Басира, молодая бисексуальная женщина из Кабула, одна из немногих афганцев, представителей ЛГБТК-сообщества, кому повезло. При помощи ирландской правозащитной организации удалось эвакуироваться из страны еще осенью прошлого года. Три месяца под властью Талибана Басира вспоминает с ужасом. Ей постоянно приходилось переезжать с места на место, опасаясь за свою жизнь. Я никогда не забуду тот день, когда талибы захватили Кабул. Это было похоже на кошмар, полный тьмы и безнадежности. Все куда-то бежали. Люди боялись и смотрели друг на друга с подозрением и страхом. Я помню, торговцы в тот вечер кричали женщинам и девушкам, которые пришли за хлебом и едой. «Что вы делаете на улице? Пришли талибы! Бесстыдные женщины, идите прочь!» Это было ужасно. Я пришла домой и расплакалась. «Боже мой, что теперь будет со мной? Я ведь одна, у меня нет в доме мужчины». Сейчас талибы творят настоящий террор по отношению к ЛГБТК. Сажают их в специальные тюрьмы, арестовывают, забивают камнями, заставляют лесбиянок насильно выходить замуж. Истории, которые рассказывает Басира, подтверждают и ряд международных организаций. Неправительственная организация по защите прав ЛГБТК, Outright Action International, документирует случаи дискриминации нарушения прав человека по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Старший научный сотрудник организации Лестер Федер говорит, что преследование талибами ЛГБТК приобрело систематический характер. Недавно я получил несколько сообщений об убитых людях. Когда талибы только пришли к власти, ЛГБТК уже были у них на прицеле, но их не преследовали систематически. Люди подвергались насилию и преследованиям, когда, например, сталкивались с представителями Талибана до контрольно-пропускных пунктов, когда их телефоны проверяли, и таким образом обнаружилось, что они ЛГБТК. С тех пор мы наблюдаем усиление преследований со стороны талибов. По мнению Генри Коха, исполнительного директора Азиатского отделения организации ИЛГА, Международной Федерации, включающей более 1700 ЛГБТК-организаций, на ухудшение ситуации с правами человека в Афганистане повлияла изменившаяся международная обстановка. После того, как в феврале между Россией и Украиной началась война, внимание международного сообщества постепенно сместилось с ситуацией в Афганистане. Талибы увидели в этом возможность проводить более жесткую политику внутри страны и более жестко преследовать представителей ЛГБТК, зная, что международное сообщество занято сейчас другим. Rainbow Railroad – международная ЛГБТК-организация, которая помогает представителям ЛГБТК избежать насилия и преследований со стороны властей, работает примерно в 70 странах мира, эвакуируя людей туда, где не будут безопасности. Rainbow Railroad оказывает помощь ЛГБТК в Афганистане, начиная с августа 2021 года. С тех пор более 5300 ЛГБТК плюс афганцев обратились к нам за поддержкой. Для сравнения, за весь 2020 год со всего мира мы получили 3451 запрос о помощи. Мы организовали приюты в соседних с Афганистаном странах для афганских граждан. Ни одна соседняя с Афганистаном страна не является особенно безопасной для ЛГБТК плюс людей. Но они там все же в большей безопасности. По мере возможности мы смогли на сегодняшний день эвакуировать более 250 ЛГБТК плюс афганцев и предоставить помощь еще около 300. Правозащитники считают, что международное сообщество и правительство стран Запада практически ничего не предпринимают в настоящее время для того, чтобы изменить ситуацию. Многие страны, которые принимали людей из Афганистана, остановили эту практику, отчасти потому, что число афганских беженцев выросло, отчасти из-за изменения глобального фокуса на Западе в сторону Украины. Возможно, особое бремя здесь лежит на миссии ООН в Афганистане, которая все еще присутствует в регионе. Прямо сейчас у нас есть по крайней мере 300 ЛГБТК плюс афганцев с визами, которые готовы к переезду. У нас есть средства для эвакуации этих людей. Мы проверили их дела. Однако нет ни одного правительства, которое готово сказать, да, мы примем этих людей. Самый минимум, который должны сделать правительства Запада, это продолжать принимать ЛГБТК плюс беженцев. Максим Искальков, Артем Кохан. Настоящее время Америка. Вашингтон.